Летом весь Звенигород полон птичьим свистом. Там синицы прыгают по садам тенистым. Поэма «Звенигород» была написана Агнией Барто после посещения здесь детского дома. Казалось бы, обычная история о ребятах, оставшихся без родителей после войны, получила удивительное продолжение. Всеми любимая, всеми известная детская писательница Агния Барто в послевоенное время активно занималась общественной работой, посещала детские дома. А их тогда было немало. Но именно Звенигородский вдохновил ее на написание одноименной поэмы. Рассказ о ребятах, оставшихся без родителей, прочитали по всему Союзу. И неожиданно из Караганды пришло письмо. Женщина читает поэму «Звенигород», и там есть строчки, описывающие девочку Нину. Она уже 8 лет на тот момент искала свою дочь Нину, и ей кажется, что это о ее дочери. Она пишет письмо Агнии Барто, Агнии Львовне, и та подключается, значит, проходит ряд процедур, значит, поисковых и так далее, организует встречу. И да, это оказывается мама с дочерью. История о счастливом воссоединении быстро распространилась, и писательницы стали мешками поступать письма с просьбами найти потерявшихся родственников. Однажды, выступив на радио, ей пришла идея зачитывать их в эфире. Так родилась радиопередача «Найти человека». Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня 13 число, и мы продолжаем наши поиски. Многие дети и родители до сих пор еще ищут друг друга. И часто находят. Она 13 числа каждого месяца, прильнув к радиоприемникам, слушала, вдруг зачитают их письмо. И даже если зачитывали не мое письмо, а, допустим, ваше, и вот, предположим, это о моем городе или районе, где, предположительно, потерялся ребенок, или там братья, сестры, все друг друга искали, все подключались, кто что бы то ни было знал, отправляли. Есть воспоминания, Агния Барто пишет, что к ней постоянно приходили пионеры и требовали дать им задание или какое-нибудь поручение, они тоже хотели искать. За 9 лет передача воссоединила 927 семей. Впечатлившись этой удивительной историей, издатель из Венигорода Яна Поляруш предложила установить в городе памятник писательнице Агнии Барто. На разработанном эскизе она в окружении детей читает книгу. У нас была ключевая идея, чтобы зритель, тот, кто подходит к памятнику, мог взять за арку, либо Агнию, либо девочку, как бы соединить этот замкнутый круг, то есть найти ту связующую ниточку как бы с родными. Эта идея неожиданно быстро получила заинтересованность и поддержку жителей и администрации округа. Символ воссоединения семей обязательно будет стоять в Завенигороде, резюмировал глава муниципалитета. О подробностях этой удивительной истории смотрите в нашей программе «Про округ». Полина Бахова, Артем Ломоносов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...